Мы сейчас в предпоследней песне пели «Мы сможем, мы это осилим, все вместе, войдя наяву, туда, где все люди, с семьёй едины и так далее». «Все вместе, войдя наяву», мы действительно все вместе, вот то, как ты описал. Где бы человек ни находился, его конфигурация продолжает генерировать какую-то основную стабильную частоту излучений. И это происходит на уровне ДНК. И не обязательно быть на Айфаре, но просто без Айфара человек не способен понять, какие же качества ему нужно воспитывать в себе. А самое главное, как их воспитывать. Здесь хорошо чем, что есть отношения Айфаровские. И они углубляются, культивируются. Это постоянная практика. На энергиях, хоть как-то приближающихся к тем нам, которые живут в мечтаемых нами мирах. Поэтому все вместе, именно имеется в виду те, кто смог, в принципе, если речь идёт о инверсионной лучевой перефокусировке, то достичь, чья фокусная динамика сможет войти в тот приемлемый диапазон изменений, потому что в активном случае там получается ревитализация, ну, несколько более качественные миры, но всё равно достаточно ещё инерционные. Так, что ещё? Если это через левитацион или другие типы лучей, то там более широкий диапазон. Но ездить по каждому никто не будет. То есть эта практика ведётся давно, уже тысячи лет. Постепенно в среде человеческой, коллективных сознаний человечества появляются люди, у которых вот то сочетание генома, которое было внедрено плеядеанцами, цивилизацией плеядеанской, оно постепенно активизируется, экспрессируется, этот участок, и начинает доминировать над остальными. И постепенно в каждых исторических периодах появляются люди, которые смогли преодолеть себе тенденции развития в сторону других геномов, других цивилизаций, семи остальных цивилизаций. И по наитию, чисто по типу своей ДНК стали генерировать формы, которые в большей степени близки именно этому образу, мировоззрению этих цивилизаций. Они тоже разные, их тоже множество. То, что я описал, я описал просто лишь эту медитативную программу, как это сказать, то, что мне приходилось наблюдать в некоторых сценариях, которые происходили на наших хайфарах. Один раз на Луизианском, а один здесь. Правда, это в горах это было, на горном хайфаре. Меня не было в то время, то есть я ревитализировался. Благодаря этому я смог наблюдать эти сценарии. И вот один раз через парня, одного американца, второй раз через девушку, которая так и не появилась на хайфаре в этих сценариях. Я вот отследил это и обобщил. То есть очень много информации вытащилось. Очень много. То есть последующие их судьбы, как там это все, это целые книги можно писать. Но я посчитал, что у вас недостаточно подробное представление о том, что ожидает вас, к чему стремиться, то есть вашей цели, к образу жизни, который в будущем может раскрыться перед вами. Вообще страх перед тем, как это все произойдет. А что делать, куда идти, представление о том, как стадо баранов будет вас куда-то загонять и прочее. Я просто решил написать хотя бы более-менее детально, как происходит сам акт перефоксировки. Поскольку есть у вас, среди вас люди, которые, ну, совершенно не в состоянии себе представить, что это такое. Поэтому при пении песен у них не создаются те образы, наоборот, создаётся тензорное состояние, которое в виде возмущения. Да что он ерунду пишет? Да что он такое написал? Да не может такого быть, потому что то, 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 и пока песня поётся, начинает куча аргументов идти того, что это. В конце концов человек падает в негативное состояние. Следующая песня может поднять, его может не поднять. Может и до конца песенной медитации это состояние продержаться. От непонимания того, о чём речь идёт. Чё он вообще такое понаписал? Какие, блин, звездолёты могут быть? Какие ещё лучевые? Да подохнем мы все. Ты нам ещё с 99-го года рассказывала бы подробно. Да. Подробно. Да. Спасибо. В дневниках трансформулации там есть краткое описание. Более подробные идут в контактах. То есть Албелик или Макерланд рассказывают, как это всё происходит. Но там у нескольких интерпретаций, но в принципе то же самое. И у них, по-моему, звездолёты не такие мощные, как те, о которых я пишу. То есть там пока все высели, вот, откинулись на кресло и ждёте. Ничего не привязываться, ничего не надо. И ждёте, ну, когда же скажут, что мы полетим. А там, ну, проходят такие томительные полторы-две минуты и всё. Тихо, без всяких этих стуков, без ничего. Просто как будто сидели на месте и пора выходить. Ну, это тоже трёх-четырёхмерный континуум? Другой тип. Ну, диапазон. Другой тип. Обычные люди, обычная реальность, обычное притяжение. Всё обычное, только на уровне абсолютно другой культуры такой. Но человеческой культуры. То есть много очень общего из идей, которые есть, но которые мы здесь и сковеркали, и скользили. А там они развились в шикарные обстоятельства жизни. Там получается, всё человечество поделено на восемь основных групп, через которые отражаются тенденции восьми цивилизаций, которые участвовали, парой которых участвовали в эксперименте. Эксперимент растянут на миллионы лет. Мультиполяризаций. Я попытался вам описать это, как это происходит, но мне кажется, вы не поняли, что у вас представление, что это вот... В один прекрасный день представители восьми цивилизаций пришли, легли на операционный стол, и их начали вот там что-то с ними делать это, инженерию. Да, в принципе, так оно и выглядело, но мультиполяризации, фокусной динамики тех, кто это делал, и объектов, над которыми они работали, это произошло в совершенно разные дни, в совершенно разные исторические эпохи, которые по качественности своей растянулись на миллионы лет. И вот если брать общий акт этого события, то нельзя сказать, когда это произошло. Конкретно 15, 20, 30, 100 тысяч, 500 тысяч лет назад. Как и любой акт вашего рождения. Нельзя сказать, когда вы родились, конкретно.